Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. День народного единства Анапы отметила ярко, интересно и насыщенно. Праздничные мероприятия прошли в минувшую пятницу на Театральной площади. Я официально вручаю запорту самоглавы муниципального образования Мурашовой вам грамоту за самый разнообразный ассортимент. Пожалуйста. Спасибо. Поздравляем вас. На кулинарном фестивале нет проигравших и победителей. Каждый лучший в своей номинации. А главное – верен любимому делу и родному городу. Свою продукцию представили пекари, те, кто кормит отдыхающих в здравницах. В этом уголке – дары солнца и моря. Дарья выращивает моллюсков на Утряше. Лет шесть назад начали экспериментировать с устрицами на уровне «приживутся или нет». Сегодня выросла первая товарная партия. Мы как начинающие предприниматели, администрация очень помогает в продвижении. Вот как мы стартаперы, да, на старте находимся. Вот, собственно, вот такие мероприятия, они очень хорошо, как раз-таки, именно тоже в рекламационных целях работают. Моросящий дождь шел до обеда, однако. Многие анапчане, верные себе, пришли отведать шашлыка. У Валентины Ермоленко также традиция. В эти дни она приезжает сюда отдыхать из Самары. Хорошо, мы каждый год приезжаем сюда, уже лет десять. Из-под навеса в зал. На сцене – лучшие творческие коллективы города-курорта. День показал, что дождь празднику не помеха, а кто бывал в походах или экспедициях, знает, как уютно в палатке или под навесом, когда вокруг дождь, а в кружке – горячий чай. Краснодарский край остается привлекательным для мигрантов, которые увеличили население Кубани на 46 тысяч человек. Приезжают в регион как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья. Из соседних государств больше всего мигрантов с Украины. Второе место пришлось на Армению, на третьем – Казахстан. За ними идет Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Азербайджан. Меньше всего граждан приехали из Туркмении. Из стран дальнего зарубежья в Краснодарский край больше всего въехало граждан Абхазии, Грузии и Германии. А вот в Сербию и Афганистан мигрантов больше выехало, чем приехало. Из других регионов России наибольшее количество переехавших на постоянное место жительства из Сибирского федерального округа, сообщает Краснодарстат. И к другим темам. В Анапе прошел второй открытый турнир, организованный молодыми депутатами и представителями Молодежного совета. Сформировали 12 команд, впрочем, желающих принять участие было гораздо больше. Организаторы уверены, турнир занял достойную нишу в череде спортивных событий города-курорта и обещает в следующем году сделать его еще многочисленнее и зрелищнее. Такие вот бисквитные футбольные поля, кубки, грамоты ожидали своего часа. В зале 12 команд, две возрастные группы с 14 до 18 и с 18 до 35 лет. Владимир Зайцев с товарищами из старой школы. О том, что будет проходить турнир, им рассказал тренер футбольной секции. Говорит, что не раз играли вместе, поэтому собраться проблем не было. Мне нравится, я кайфую на поле. Я могу, ну как, ну, я не знаю, здесь эмоции свои выплескиваю. Как бы с друзьями время много провожу на поле. Как бы для меня это важно. Турнир проводится во второй раз по инициативе молодых депутатов муниципального парламента, а также Молодежного совета при главе города. Во-первых, это популяризация спорта в первую очередь, тем более каникулярный период. Команды могут быть сборные, значит это объединение. Совет молодых депутатов, как представитель молодежи, должен объединять молодежь. И то, что она объединена в спорте, это, наверное, только одно из направлений. У турнира появились первые спонсоры. По сравнению с прошлым годом число команд-участниц увеличилось в полтора раза. Организаторы говорят, что желающих было больше, но не все успели оформить документы. Они необходимы по правилам организации таких мероприятий. Чтобы попасть в 100%, во-первых, нужно информацию довести до самих участников, собрать, пройти медобследование у врача, получить допуск. Потом пройти в страховой компании страхование и непосредственно явиться на начало мандатной комиссии. В городской администрации говорят, что любое спортивное состязание само по себе социально значимо. А данный турнир интересен, так как в нем принимают участие сразу два поколения. Встречаются поколения, которые друг другу передают опыт. Ребята смотрят, сейчас вот играет у нас старшая возрастная группа. Очень интересная игра, потому что многие здесь принимают участие. Это хорошие специалисты в футболе, которые могут передать свой опыт, свою подготовку. И для молодых ребят, которые будут в дальнейшем играть, я думаю, что это также скажется на их университетную игру. Сегодня в Анапе футболом, помимо спортивных школ, можно заниматься на многофункциональных площадках. Сегодня их более двух десятков в самом городе и сельских населенных пунктах. К чемпионату мира 2018 года будут построены две тренировочных базы, которые после окончания первенства останутся в распоряжении горожан и гостей курорта. Так что в ближайшее время число желающих показать себя на поле будет только расти. Народное творчество станет оплачиваемым. Кубанские ремесленники получат деньги от государства. Впервые умельцы региона могут рассчитывать на краевые субсидии. Они положены представителям малого и среднего бизнеса. Не всем, а только тем, кто поддерживает многовековые традиции. Таких в регионе около 500 человек. И каждый может рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей. Как сообщает прислужба администрации региона, общий фонд средств составляет 4 миллиона рублей. Зарегистрированные предприниматели-ремесленники могут подать заявление на выплату субсидий для возмещения затрат, связанных с ремеслом с 7 по 18 ноября в Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края по адресу город Краснодар, улица Красная, 57, кабинет 23. Осень, золотая пора. Именно в это время садоводы начинают высадку плодово-ягодных деревьев и кустарников в открытый грунт. Великолепную возможность обновить свой фруктовый сад дарит выставка «Дача, сад и огород», которая сегодня открылась в Анапе. Выставка-ярмарка «Дача, сад и огород» расположилась на улице Ленина. Площадь рядом с торговым центром «Пятерочка» в эти дни украсилась самыми разнообразными растениями. Продукцию представляют свои личные подсобные хозяйства, которые выращивают у нас на Кубани саженцы, плодово-ягодных культур, декоративных культур, розы будут, большое количество роз, хвойники и луковичные растения. На ярмарке в огромном ассортименте представлены фруктовые деревья. Наименования в ассортименте исчисляются десятками сортов. От привычных потребителей яблок и груш до экзотических, как хурма и гранат. Приживаемость растений 100%. Новинка на рынке фруктовой линейки – это колоновидные саженцы. Что означает колоновидные? Это саженцы, которые растут компактно. И один саженец можно посадить на квадратный метр, можно посадить 4 саженца. Максимальный вырост у этих саженцев идет 2 метра. Они не разрастаются, и крона у них аккуратная, и весь ствол будет улеплен в ягоды. И фишка в том, что колоновидных практически-практически очень редко найти. У нас их можно свободно приобрести, и саженцы высокого качества идут у нас. В широком ассортименте представлена царица цветов роза – красная, белая, вьющаяся. Более 50 сортов на любой вкус и цвет станут настоящим украшением любой клумбы или дома. Есть почвопокровные, плетистые, плетистых 17 сортов, почвопокровных 30 сортов. Парковые есть, бордюрки есть, спреечки есть, разные цвета есть. По двое у нас шиповник не колючий. То есть есть колючие розы, есть не колючие. Шиповник не дает. Очень хороший, качественный шиповник мы закупаем дорогой, поэтому и стараемся тоже соответствовать качеству этой розы. Что может быть приятнее и полезнее, чем воздух, наполненный запахом хвойных деревьев? Вечно зеленые хвойники в ландшафтном дизайне становятся все более популярными, а возможности их декоративных форм уже не исчерпываются посадкой одного дерева. На ярмарке представлено более 40 видов этих растений. Это настоящий рай для флориста. Среди пород есть по-настоящему экзотические варианты. Есть очень необычные сорта хвойников, которые совершенно редкие. Микробиота дальневосточная. Она только у некоторых питомников и у коллекционеров. Нам досталось случайно и по хорошей цене. Можем представить. Есть сосны, можжевельники стелящиеся, уже выросшие. Человек если посадит, то будет уже готовая у него очень красивая альпийская горка. Уже в первый день работы ярмарки жители и гости города по достоинству оценили ассортимент. Ведь кроме качественного посадочного материала, покупатель получает подробную консультацию по уходу и посадке растения. Выставка ярмарка «Дача, сад и огород» продлится с 7 по 13 ноября. Все желающие смогут приобрести продукцию с 9 часов утра до 17 часов вечера по адресу Анапа, улица Ленина, 154, рядом с магазином «Пятерочка». Впервые в Анапе прошло выступление Севастопольского академического театра танца. В минувшую субботу коллектив под руководством народного артиста Украины Вадима Елизарова представил программу «Избранная». Увидеть ее смогут только в 10 городах России. Уникальная труппа была образована в 1999 году. В ее составе сегодня 50 человек, среди которых 8 заслуженных артистов Украины и 8 заслуженных артистов Республики Крым. Выступление театра в нашей стране стало возможно только после присоединения Крыма к России. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова